Как часто мы говорим, ну уж нет, со мной такого точно не произойдет. А если происходит, убеждаем себя, что больше так не поступим. Но как не наступать на любимые грабли? Давайте поговорим об этом сегодня. Отчим, слышала такое интересное выражение «похвальное бесстыдство». А что это обозначает? Это, в частности, если я не ошибаюсь, у преподобного Иоанна Лесточника есть такое выражение. И смысл его, если говорить попроще, это «если ты согрешил, то не переживай, иди кайся и больше не греши». Вот есть в Евангелии такие слова «ты покаялся, иди и больше не греши». Вот смысл этого выражения. Поэтому, я думаю, может быть, лучше так говорить. «Если ты согрешил, не бойся, иди кайся, и самое главное, больше не повторяй то, что совершил». Сейчас идет рождественский пост. И бывает такое, что человек может оступиться, совершить ошибку. Но в то же самое время у тех же святых отцов есть еще одно выражение – уметь полагать начало. То есть это встать, отряхнуться, идти дальше. В какой-то степени к посту это актуально, ну, это, наверное, актуально повседневно, потому что человек не только в посту может грешить в любое время. И действительно, самое главное – запомнить о том, что, чтобы мы с вами не сотворили, чтобы не согрешили, если у нас есть чувство настоящего покаяния, мы осознаем, что мы неправильно поступили, нам хочется исправить этот поступок, нужно идти и каяться. Даже если, как говорят святые отцы, и в тысяченный раз. Как-то пришел один ученик к старцу и говорит, «Отче, если я согрешил, что мне делать?» Он говорит, «Кайся и начинай по-новому идти». Он говорит, «А если я снова?» Он говорит, «Снова вставай и иди». Он говорит, «А сколько же мне вставать и идти?» Он говорит, «Пока смерть не разлучит твою душу с телом». Но здесь ведь получается еще один нюанс. «Люди обижают других людей, а приходят каяться к Богу». Что нужно делать? То есть перед людьми-то тоже надо? В Священном Писании есть такие слова. «Если ты кого обидел, то скорее беги и примирись с этим человеком». А потом уже иди проси у Бога прощения за то, что ты его когда-то обидел, этого человека. Если ты не примирился и идешь на исповедь, каяться перед Господом, то это не будет правильно. Потому что, опять же, возвращаясь к Священному Писанию, один из учеников Господа говорит такие слова. «Как ты можешь любить Бога, когда брата своего ненавидишь?» Сначала возлюби брата своего, потом уже Господа, и тогда будешь ты поступать правильно. То есть здесь отражение, как человек любит ближних своих, это отражение любви к Богу? Да, действительно, можно поставить знак равенства. Как я отношусь к человеку, так и отношусь к Богу. Если я плохо отношусь к человеку, значит, я так же само отношусь к Богу. И наоборот, если я стараюсь хорошо относиться к человеку, значит, я так и стараюсь хорошо относиться к самому Создателю Господу Богу. Хотелось спросить, всегда ли человек в домашней молитве полагает, что ему что-то придется начинать заново? Каждый вечер, когда человек ложится спать, он читает молитвы. И последняя вечерняя молитва именно о том, что он перед Господом исповедует. То есть прощение просит за все соделанные прегрешения. И тем самым говорит Господи, Ты меня прости, а я буду стараться начинать все сначала. Это действительно правильно, потому что мы иногда, даже когда не делаем злых поступков, стараемся совершить добрый поступок, а все равно выходит не так, как бы хотелось. Даже пословица существует в народе. Хотел как лучше, а вышло как всегда. Естественно, как Господу не простить этот грех. Это наше немощь, это наше несовершенство. И Господь обязательно простит этот грех. Главное, чтобы у нас было желание с этим грехом бороться. Пусть даже, может, сегодня не получается, но может получиться завтра. Не завтра, так послезавтра. Или когда-то это действительно получится. А иногда даже ничего не получается у человека, но только за его борьбу Господь уже дает ему венец. А вот если человек исповедался на службе, причастился, пришел домой и снова совершает все тот же грех. Как быть? Вот, к примеру, человек пришел на исповеди, сказал, что бросит курить, причастился, вернулся домой, ну и заново все. Да, бывает такое часто. Но, знаете, есть такое выражение – капля камень точит. Или еще, знаете, есть тоже такое выражение, только оно используется в плохом смысле, а мы можем его использовать в хорошем смысле. Например, говорит человеку – свинья, свинья, и он захрюкает. А мы можем применить к доброму. Говорит человеку, что он хороший-хороший, он может стать хорошим. К чему мы это говорим? К тому, что даже если мы поисповедовались в грехе курения, а домой пришли, опять нагрешили, все равно нужно идти и снова просить у Бога прощения. И, конечно же, самое главное – себе вырабатывать желание и справиться от этого пригрешения. Потому что, если этого желания нет, ну как ты можешь идти на исповедь, просить Господа, чтобы это желание было. Ну и, конечно, вот как мы часто, бывает, друг другу делимся, что у нас что-то не получается, как бы просим человека, чтобы он нам по-моему исправить. Так можно и к Господу прийти, встать там на колени, слезно попросить у Господа, помоги мне исправиться. Своего рода, пожаловаться Господу, ну я вот не могу своими силами это сделать. И дома это можно сделать, и на исповеди, прямо так сказать. И Господь, Он подаст силу какую-то, подаст какие-то обстоятельства, что то ли он меньше начнет это делать, то ли, может быть, вообще от этого избавиться. Иногда человек не избавляется от того или другого греха, чтобы вообще верных не возгордился, что он такой великий. И если он старается исправиться, но не исправляется, то тоже воспитательный урок. Понятно, что это не совсем правильно, но с другой стороны, он избавляется от большего греха, от греха гордости. А гордость, как известно, самого главного ангела с небес прогнала. Это Деница, он был великим ангелом, а стал самым последним. Поэтому иногда это и плохо, но в то же время считается как небольшая какая-то польза для человека, для его смирения, чтобы он не впал в еще больший грех. Но смиряться с этим грехом все равно не нужно. Дальше продолжать с ним борьбу и не останавливаться. А есть ли какие-то грехи, которые Господь не может простить? У Бога нет таких грехов, Он всегда их прощает, если желает человек. Но если, конечно же, человек не желает, то как можно его простить, если он сам не хочет? То есть спасение человека происходит не без самого человека. Если человек хочет исправиться, Господь ему все простит, все поможет сделать. А если человек не хочет этого, то даже самый маленький грех Господь не сможет ему простить, потому что он не хочет. А насильно, мил, как говорится, не будешь. И Господь человека сделал со свободной волей, Он не имеет права ее нарушать. Если человек захочет, Он поможет ему. Если не захочет, значит, он не сможет простить тот грех, который человек не хочет сам исправлять. Хотя готов Господь всегда это сделать. Здесь также подходит и молитва «Отче наш», в которой говорится, что «прости долги наши, как мы оставляем должником нашим». То есть, если человек не простит ближнего своего, он не будет сам прощен. Сначала нужно простить человеку, а тогда уже у Бога просить прощение. Как-то одна женщина пришла, говорит, батюшка, хочу покаяться в том-то, в том-то. «Ну, я не могу простить человеку». Он говорит, «Ну, хорошо, давай тебе маленькое такое духовное наказание придумаем. Мне читать молитву «Отче наш».» Ну, она сразу так спохватилась. «Ну, хорошо, давайте не будем читать». Потом прошло какое-то небольшое время, подходит батюшка, «Нет, я не могу без этой молитвы». Он говорит, «Тогда придется тебе простить человеку, иначе ты не имеешь права читать эту молитву, когда ты не прощаешь другому человеку». Он говорит, «Хорошо, я буду всеми силами просить у Бога, чтобы он помог мне простить этого человека». И самый лучший, как говорится, способ простить человеку, опять же, пришли одни к священию, говорят, «Мы не можем простить». А он говорит, «Перечислите этому человеку на счет мобильного телефона определенную сумму, и вы начнете его прощать и любить». Потому что мы в него вложили какую-то свою любовь, какое-то доброе намерение, и уже само собой человека приходится любить. Потому что там есть частичка нашей, можно сказать, добродетели, можно даже сказать, нашего сердца или частичка любви. Пусть может быть даже вот таким вот образом. Что можете сказать, как человеку не впасть в состояние? «Та я все равно неисправимый, я пытался, а у меня не получается». «Можно аналогию провести. Да я вчера замазался, зачем мне сегодня мыться? Да я вчера кушал, зачем сегодня кушать? Все равно каждый день придется кушать, не буду я больше кушать». Никто же так не рассуждает, потому что знает, что тело наше, можно сказать, какой-то в степени друг, не только враг, но и друг. Вот так же самое духовно нужно рассуждать. Ну, не получилось, даже если ты и не хотел это сделать, но получилось вот так вот. Все равно нужно идти у Бога, просить прощения, никогда не расстраиваться. Может быть, это и посылается для нас, для нашего, как можно сказать, обучения духовного, что бы мы вместе с вами, когда покаялись, поставили какой-то план духовный. Мы можем ведь планировать житейские какие-то мелочи, планы даже на целый год пишем. А почему бы духовного в себе не распланировать? И хорошо бы, если бы человек поисповедовался и сразу себе поставил, когда он в следующий раз будет исповедоваться. Вот если посмотреть на священников, то они себе планируют, когда они будут подходить к исповеди, к причастию. Ввешивается всегда порядок богослужения или объявляется, когда будет следующая служба. То есть он как бы уже говорит прихожанам, я вот в этот день буду причащаться, исповедоваться. То есть он уже духовно будет готовиться к этому событию. Хотелось бы, чтобы этому примеру и следовали тоже прихожане. Вот он сегодня исповедуется и уже себе ставит за правила, за план, что вот в такое-то время он стараться будет еще раз этому таинству приступить. И это уже будет как-то человека немножко воспитывать. Он уже будет знать, ой, я же этот грех совершил, я в нем покаяться. Наверное, я его делать не буду. Читать, конечно, побольше нужно из священного писания, там все ответы на то, чтобы не совершить одни и те же поступки. Хотя, если разобраться, они не одни и те же. Когда мы исповедовались, их уже просто нет. И когда мы совершаем что-то подобное, это не тот же самый грех, это уже новый грех. То есть мы уже по-новому нагрешили, потому что того уже и в помине нет. И никогда не было, потому что Господь все взял на себя. А это уже совершенно новый грех. Поэтому не нужно говорить, что один и не и то же. Нет, это не одни и те же. Это новые грехи. И когда мы читаем священное писание, мы получаем ответы, как с ними бороться. Святых угодников божих почитать, особенно про исповедь. Как бороться с теми или другими грехами. Есть вот такой хороший автор, Шиманский граф. Он там прекрасно описывает, что такое грех и как с ним бороться, какими добродетелями. Как говорят в народе, святое место пустым не бывает. Если я поисповедовался, то я должен этот грех заменить добрым делом. Например, я вот люблю осуждать людей. Значит, должен после исповеди не то, что людей осуждать, а защищать. И тогда вряд ли мне хватит времени, чтобы кого-то осуждать. И так во всем остальном. То есть вместо злого поставить доброе намерение, доброе дело. И тогда будет все получаться у человека. Он уже не будет приходить в следующий раз, говорить, а у меня одно и то же. Ему уже просто будет некогда. Есть такое выражение в Священном Писании. Человек проживет 70, от силы 80 лет. И самые лучшие годы этой жизни – это когда человек болеет или трудится. Почему? Потому что в это время человеку некогда совершать одни и те же, как мы говорим, грехи. Потому что он занят и делом. Вот такая простая для нас, можно сказать, заметка, как нам не грешить. Трудиться постоянно. Молитвой, конечно, переменивать труды. Но если заболели, молиться и болеть. И тогда некогда будет грешить. Был такой случай, когда человек очень сильно заболел, и священник пришел и говорит ему, я буду молиться, чтобы ты выздоровел. Он говорит, ну что, батюшка, не надо, а то я опять во все тяжкие грехи впаду. Или был тоже такой святой Пимен Киево-Печерский, многоболезненный. Братья монастыря говорят, мы будем о твоем исцелении молиться. А он говорит, не нужно, это кратчайший путь ко спасению. Поэтому или труды, или болезни нужно воспринимать как помощь в борьбе с нашими прегрешениями. А давайте все-таки вернемся к теме поста. То есть без ошибочек не бывает. Но в то же самое время, что можете посоветовать человеку? Как ему делать правильно, если ошибся? Никогда не надо унывать. Уныние – это бесовский грех, грех к смерти. Поэтому ему не нужно поддаваться, а нужно молитвой и трудом, ну кто болеет болезнью, бороться с этим прегрешением и не унывать. Потому что Господь, нет таких грехов, которые бы Господь не простил. Он все прощает. И мы можем всегда вспоминать почаще себе такой случай, когда Господа распинали на кресте, то у него было два разбойника. Прекрасно понятно, что разбойники они убивали, грабили, что они только не делали. И несмотря на это, один из разбойников по правую сторону попросил у Бога прощения. Он как бы сказал, помяни меня, Господи, во Царстве Ты. То есть он этими словами сказал, я там точно никогда не буду. А Ты меня все-таки вспомни там. Я недостоин, я грешный. И Господь, Он же смотрит не только на внешность, а на душу человека. И Он видит, что будет с этой душой и в будущем. Он увидел, что этот человек, если бы ему дать шанс дальше жить, он бы много добрых дел совершил, чуть бы не святым стал. И Он его первого вводит в Царствие Божие. И когда туда пришли другие после воскресения Господа, угодники Божьей, они спрашивали, а что Ты такое совершил великое, что Ты оказался здесь первый? А Он ответил, проявил покаяние. То есть попросил у Бога прощения и дал обещание, что больше совершать этого не буду. И если бы дал бы Он мне шанс жить дальше, покрыл бы это все добрыми делами. Вот такой прекрасный пример, который нас должен оставлять, чтобы мы никогда не унывали и не печалились. Господь всегда готов нас принять. Главное, чтобы мы этого хотели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok